привет друзья с вами лекс и канал чай без церемоний мы сейчас находимся на фэнхуаншане здесь мы приехали в гости к нашему другу его зовут ашан и он поставляет чаек раньше он занимался большим количеством бизнесов но сейчас их чайные сады подросли бизнес увеличился и он занимается только чаем сегодня он нам рассказал о том какая есть градация чаев не по местностям а именно по времени сбора и по сортам первый сбор начинается после китайского нового года и он идет где-то до начала апреля это самый дорогой чай и самый интересный чем хорошо что часть таких мест не самого пика удун он более или менее доступен по цене его можно купить даже первого сбора если чай где-нибудь с пика удун то он очень дорогой тут уже ничего не поделаешь дальше идет второй сбор это уже где-то в апреле и потом начинается летний чай летний чай он самый дешевый самые лучшие это первый второй сбор весны потом начинается осенний чай он чуть получше летнего а потом идет зимний чай и что интересно зимний чай очень называют все пьян снежинки его часто делают именно в слабой прожарке то есть его либо вообще не прогревают и его как собрали сделали он такой есть там достаточно крупный лист он светлого такого салатового цвета не нежный сливочный вкус и его хранят обычно в холодильниках то есть он очень легкой ферментации очень легкой обработки не прогрет он ближе к зеленым чаям обычно его делают из двух сортов из дауе и из яши сян дауе немножко подешевле его вкус такой более насыщенный более плотный такой более мощный яши сян он более такой ванильный сливочный легкий это куст яши сян у него листья достаточно большого размера они отчетливо блестят достаточно округлые и по краям не острые мы находимся сейчас в саду примерно 700 800 метров над уровнем моря здесь растут деревья дауе причем здесь можно увидеть что ствол изначально толстый и есть них такой способ выращивания приживляют маленькую веточку то есть вырастает больше куста больше поверхность сбора а вот эти вот высокие кусты это сунджон сорт они уже более взрослые более высокие деревья они вот где-то до двух метров доходят здесь у них возраст где-то 30-40 лет у этих этому всего 7-8 лет то есть вот только недавно посадили и сейчас они все цветут сбор уже закончился зимний вот только-только вот все закончился видно что типсов почек нету есть еще и мелан сян зимний зимний мелан сян стоит очень дешево но он не совсем на наш русский вкус он прогрет совсем чуть-чуть это для тех кто любит пить такие легкие зеленые че легкие улунчики здесь мы вот сейчас находимся на высоте где-то 600 700 метров над уровнем моря пику дун это где-то 1300 метров здешние чаи считаются среднегорными чаями но дуни это высокогорные чаи также есть еще внизу че под горой которые там высота вот где фэн хуан джэн около 300 метров над уровнем моря это самый бюджетный чай ну и соответственно там пыль машины все дела то есть это вообще бюджетное решение я вот еще одного нашел мы нашли один из старых кустов ему примерно 40 лет полностью покрыт мухом растение и мхи создают микроклимат который конечно же наверняка влияет на качество чая и качество жизни куста вы можете увидеть мох и эпифитный папоротник который живет и защищает создает влагу вокруг куста перед нами куст шуисяня причем это не уэшанский шуисянь а шуисянь который выращивается на фэн хуан шани говорят что это самые древние кусты которые здесь начали выращивать и именно они являются настоящими данцунами то есть одинокими кустами смысл в том что у каждого куста шуисяня у него разный вкус и последующие кусты при селекции уже для селекции остальных видов там с дауе син рэн сян более современных использовали именно вот эти вот кусты шуисяня и поскольку у каждого разный вкус отбирали именно те которых самые лучшие характеристики и с них уже начинали селекционировать и засаживали целые поля уже видов маленьких кустов а вот такие вот кусты они до сих пор здесь произрастают и видно что они такие органик все поеденные зверьками не особо не такие красивые не такие у них большие аккуратные и светло салатовые листья как у остальных плантационных но зато это вот исконный чай который здесь произрастает фауны чая никто не изучал это очень не затронутая в зоологии тема очень интересный вопрос насколько такие сады насколько массовые плантации чая где распыляются пестициды и дикие деревья в джунглях является буферами для фауны то есть вот такой вот сад например очень будет интересно изучить с точки зрения политиков какой здесь биоразнообразие между лесом дикими джунглями и плантациями других сельскохозяйственных культур где биоразнообразие гораздо ниже и шансов выжить меньше это куст донцун мелансиан это куст донцун дауе причем выглядят они реально по-разному у дауе листья более менее плотно растут и они как немножко скручены листья мелансиана более темные и раскрытые джунглях примерно одной высоты но при этом этим 30-40 лет мелансианом а дауе ему всего лишь 7-8 лет для выращивания его используют технологию когда отрезают черенок и его приживляют к стволу дерева причем есть другой вариант когда их выращивают с нуля но тогда они растут долго эти всего за 7-8 лет вырастают до такого состояния в случае мелансиана его за 30-40 лет вырастили с маленького черенка да вот такого вот куста при том если использовать их семена то вырастет шуисянь то есть дальше мы пойдем выше там есть уже плантация дауе которая не приживлением выращена а именно посадка черенка в зиму а вот это куст син ран сян и ашан рассказал нам каким образом вообще появились все эти виды милан сян син ран сян сон джон и прочие то есть изначально был только шуисян и из него делали уже все остальные то есть какой-то куст шуисяня вырос большой уже с него получается хороший чай то есть все его оценили отрезали дальше прям вот пошел он то есть его здесь привели там привели и уже привели целая плантация получилась то есть к пенькам привели вот эти вот маленькие веточки и какой-то куст пошел например син ран сян его стали называть син ран сян если какой-то куст получает очень большое распространение очень всем нравится он начинает везде выращивать уже тогда только ему дают название милан сян син ран сян яшисян но изначально все это был шуисянь просто вот эти вот уже привитые они каждый начинает обладать своими особенностями внешнего вида и вкусовыми то есть здесь вот например у меня лист шуисяня в руке в одной он достаточно большой а здесь лист син ран сяня он маленький син ран сян у него маленькие плотные листочки и они как пила то есть они очень острые очень маленькие они как заточены а на шуисяне они достаточно такие гладкие и не острые так что каждый действительно вот этого дан цун именно в том его фишка что вот это каждый каждый абсолютно куст имеет свои вкусовые особенности и может с одного куста может быть завтра где-то найдут такой куст который очень всем понравится и появится новый вид это куст бассейн его листья отличаются тем что они немножко загнуты вот таким вот образом то есть развернуты наружу видно что куст высокий хотя и молодой потому что вы здесь не собирают здесь очень сложно лазить я понимаю китайцев поэтому он вырос ввысь он тонкий и высокий здесь пониже место меньше света он тянется к солнцу шифо показывает нам что вот это вот кустики которые выросли из семечек тут даже видно вот что семечка еще внизу осталось и эти семечки упали с куста син ран сяна но при этом если посмотреть на листья то есть вот здесь лист он очень маленький плотный острый здесь опять уже большой и не острый и не такой плотный более эластичный лист то есть это опять шуисянь то есть вот это вот живой пример как прямо под кустом падают семечки и он возвращает свою исходную генетику свою исходную шуисяневую природу и здесь видно что этот вот куст у него основание очень большой очень толстый ствол то есть это какое-то старое дерево поскольку китайцы им неудобно собирать с больших больших деревьев они его постоянно подрезают и здесь они к нему приращивают при прививают вот эти вот именно сидран сяновые как когда-то лет 20 назад говорят привели к нему сидран сяновые веточки и вот он сейчас отрос и у него оптимальная высота для сборки то есть его сверху стараются максимально часто подрезать чтобы было удобно это дерево сон джон самое старое в этом саду ему больше ста лет изначально как рассказывает шифу все эти деревья назывались шуисянь когда еще давно его прививали еще не было самого названия сун джон она получила распространение всего лишь 20-30 лет назад самое старое дерево с которого черенкуют на горе на пике удун ему больше 600 лет все что с него было начеренковано когда получила распространение известность и выросла в цене его стали называть уже сун джон то есть момент когда его прививали еще даже название этого не было просто назывался шусянь просто знали что вот это шусянь начеренкован из такого-то дерева а потом уже больше в коммерческих целях дали ему название чтобы было проще продавать друзья спасибо за просмотр надеюсь видео вам понравилось подписывайтесь на канал поставьте лайк также следите за новостями в соц сетях мы особенно активно сейчас ведем instagram каждый день появляется что-то интересное ждем от вас комментариев вопросов пожелания к новым видео пейте хороший чай и не церемонитесь что-то интересное ждем от вас и а 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 и а Субтитры создавал DimaTorzok